Бабочки Кажутся нам яркими и беспомощными. Они так мало весят и вряд ли способны противостоять силам природы. Тонкое, хрупкое тело. Крылья, которые рвутся, как бумага. Кажется, бабочку убить легко. Это не так. Бабочки умеют выживать. Их хрупкость, шарада, за которой скрывается талант обманщика, и любовь к химическому оружию. Бабочка. Красавица или чудовище. Бабочки не просто выносят темную сторону природы. Они ее часть. Каждая бабочка начинает жить в крохотном яйце. Яйца от вида к виду разнятся. И всегда укреплены ребрами жесткости. Но яйцо – это просто вместилище для гусеницы. Внутри каждой гусеницы, даже на врожденной, спрятана бабочка. Хотя она еще спит. Пока это всего лишь несколько сегментов тела. Гусеница – это попросту эффективная машина по переработке пищи. Всю жизнь она только ест. Ее задача – проглотить как можно больше. Она торопится, будто стесняясь становиться бабочкой. В конце концов, бабочка – это всего лишь переработанные листья. За несколько дней гусеница может увеличить свой вес в 10 тысяч раз. Это как если бы недельный младенец весил больше трактора. В австралийских лесах, как и по всему миру, гусеницы движутся медленнее, чем те, кто их ест. Гусеница-хвостатки – не исключение. А муравьи – жестокие хищники. Они ценой жизни готовы одолеть любого, кто забредет на их территорию. И даже более крупного мясного муравья. Их тактика – скорость и безжалостная агрессия. Чтобы избежать гражданской войны, они узнают сородичей по химическим меткам и ультразвуковым позывным. Гусеница-хвостатки научилась имитировать их запах и выделяет сладкий секрет, который привлекает муравьев. А еще она выучила иностранный язык. Язык муравьев. Для муравьев она тоже муравей. И это хорошо, потому что здесь ты либо муравей, либо покойник. Всю жизнь гусеницы муравьи окружают ее живым щитом, защищая от хищников и собирая сладкие дары, как фермеры у коровы. Карликовая голубянка идет еще дальше и откладывает яйца на гнездо полярахисов. Эти муравьи строят из листьев крепость и тщательно охраняют несколько входов в нее. Бабочка проворачивает свой маневр так бесшабашно, что муравьи, считая ее яйца дарами, заносят их внутрь. К сожалению, это нечто вроде троянского коня. Специальная железа на теле гусеницы выделяет питательный секрет, которым муравьи кормят собственных личинок. Те растут большими и сильными. В случае опасности муравьи поднимают шум. Они стучат по гнезду, отпугивая хищников. Они также распыляют в воздух невидимые струйки едкой муравьиной кислоты. Часть ее была приготовлена на основе выделений гусеницы голубянки. А в гнезде гусеница раскрывает свою истинную натуру. Она мясоед. И она уничтожает личинок, которых сама же и кормила. Корова восстала против фермеров. А когда она превращается в хрупкую куколку и издает ультразвуковой сигнал «защищайте меня», муравьи повинуются ей. Даже если она съела все потомство колонии. Каждая гусеница превращается в куколку. Но эти коконы неподвижны только снаружи. Внутри гусеница стала жидкой. Крохотные сегменты, которые спали в ее теле, превращаются в конструктор тела бабочки. Они с военной точностью управляют потоком клеток. Эти клетки перестраиваются в новые формы. Одни станут крыльями, другие – ногами или огромными новыми глазами. Этот процесс науке пока что непонятен. По сложности это примерно как бросить гору кирпичей на чертеж и ждать, что появится собор. Но именно это и происходит каждый раз. В последний момент, в заключительном творческом порыве, крылья обретают цвет. Все готово. Теперь куколка – это просто оболочка, которая облегает бабочку, как тонкая перчатка. Бабочка накачивает себя воздухом и буквально разрывает эту смирительную рубашку. Выбравшись, она может расправить крылья. Крылья создавались аккуратно сложенными, как рождественская гирлянда. Теперь в них начинает поступать кровь, и они раскрываются в полный размер. Крылья 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 Затем бабочка сушит крылья на солнце. Австралийские хвостатки, гусеницы которых находятся под защитой муравьев, образуют целые ряды куколок. И муравьи продолжают их защищать. В самках хвостатки с муравьями общается с помощью звуков, а с самцом собственного вида – с помощью запаха. Она выпускает феромоны, запаховые послания. И самцы слетаются, когда она готова появиться на свет. Они ждут, подавив возбуждение. Как только она вылупилась, один самец спешит спариться. Другие тоже, но они опоздали. Самцы хвостаток всю свою недолгую жизнь летают от куста к кусту, откликаясь на зов еще не родившихся самок. Такая полная разочарование и тактика гарантирует, что ни одна самка не останется без самца. Большинству видов бабочек приходится искать партнера дольше. Сначала им нужно взлететь, а для этого необходимо тепло. На холоде летательные мышцы не работают. Без лучей солнца эти валлийские голубянки-аргус прикованы к земле. Когда тучи уходят, бабочки греются. Они наклоняются к солнцу. Крылья копят тепло, как солнечная батарея, и передают его телу. Но ни одному животному нельзя перегреваться. Это термальное изображение. На нем бабочка, нагреваясь, из красной становится ярко-белой. Ее цель – достичь критической температуры. Если ее превысить, можно умереть. Летательные мышцы почти разогрелись, и бабочка готова покинуть это жаркое место. При нужной температуре бабочки могут взлететь. Бабочки никогда не перегреваются. Крылья позволяют перемещаться дальше и быстрее. Но полет утомителен. Мышцы сжигают энергию, так что нужно есть самую калорийную пищу. Нектар. Это почти чистый сахар, а значит почти чистая энергия. Нектар для бабочки, как топливо для ракеты. Без него она никуда не полетит. Язык бабочки, как два шланга на липучке. Насос расположен в голове между глазами. Он втягивает жидкость внутрь. Бабочка узнает, в каком цветке есть нектар, с помощью вкусовых рецепторов на ногах. В конце английского лета многих бабочек манит бродящий сахар в гниющих паданцах. Но если перебрать, они станут медлительными и ленивыми. В других частях мира самцов-бабочки привлекают определенные соли. Одни ищут их в зале туристических костров. Другие, например, североамериканские парусники, в моче животных. Или даже там, где из машины пролился бензин. Похоже, без этих солей они не смогут размножаться. А чтобы размножаться, бабочка должна летать. Бабочки поднимаются в воздух, создавая между крыльев вакуум, который втягивает их наверх. И в технике полета, и в конструкции крыльев у бабочек нет аналогов. Инженеры и математики посвящают целую жизнь попыткам понять, как эти животные нарушают законы аэродинамики. Полет бабочки гораздо сложнее полета птицы или самолета. Они похожи на парусные корабли. Их крылья гнутся и идут волнами. Они могут летать спиной вперед, вверх ногами, а еще парить, пикировать и замирать в воздухе. Летящая бабочка не слабее льва. И даже сильнее летательные мышцы насекомых самые мощные в мире. Несмотря на годы исследований, в полете бабочек многое непонятно. Даже на старых, изодранных о шипы крыльях бабочки способны грациозно порхать. Но крылья нужны не только для полета. Это целый язык цвета. У нас цветное зрение. Но у бабочек оно лучше. Мы не видим ультрафиолет, а они видят. В ультрафиолетовом освещении проявляются узоры, которые видны только бабочкам. Они настолько яркие, что их видно издалека. Узоры, видимые нам, рассчитаны на хищников с похожим зрением. Они помогают прятаться или предупреждают. Я невкусный. Бабочки одновременно сообщают друг другу одно с помощью ультрафиолета, а хищникам совсем другое с помощью обычных цветов. Солнечный ультрафиолет ослепит млекопитающее. А вот бабочки почти слепы без него. В американском поле самец лимонницы яркой окраской сообщает хищникам я ядовит. Это модный узор. Им пользуются и другие виды. Самцы ищут самок. Те тоже похожи друг на друга. Самцам все равно. Они просто демонстрируют крылья. Задача самки узнать самца своего вида. Она ищет ультрафиолетовый узор. Но на этом языке самец молчит. Он тень себя прежнего. Он отвергнут. Ей нужен самец, который говорит сам за себя. А вот и новый кандидат. В ультрафиолете он мигает, как новогодняя ёлка. Этого она и ждала. А-а-а! А-а-а! Самец ядовитой южноамериканской геликониды ищет самку. Когда он её находит, то замирает над ней, опрыскивая феромонами. Она оценивает, способен ли он защитить её яйца. Если запах достаточно сильный, то они спарятся. Она отложит яйца и весь цикл начнётся заново. Жизнь бабочки может уместиться в несколько дней. Затем их тела унесёт ветер, а яркие цвета поблекнут на солнце, которое при жизни было для них так важно. Бабочки, такие прекрасные и удивительные в полёте, после смерти превращаются в обычный мусор. Но это образ победы, а не поражения. Их тела разлагаются, но из отложенных ими яиц проклюнется следующее поколение. Новые яркие бабочки. Бабочки Такой успех в деле производства себе подобных говорит о том, что бабочки справились почти со всеми проблемами, которые предложила им природа. Их 20 тысяч видов, а их семейное древо прослеживается на 130 миллионов лет назад. Бабочки по праву могут считаться одними из самых успешных созданий на планете. Они добились этого с помощью обмана, таланта к химии, уникальной... ...и далеко не те хрупкие красавицы, которыми мы их считаем. Но они привязали себя к теплу и свету солнца. Так что на закате они складывают крылья и охлаждаются. Несмотря на все их дневные способности, у бабочек есть одна ахиллесова пята. Ночью солнце не светит. Субтитры создавал DimaTorzok